Международная выставка кошек. На данный момент у нас 94 участника. Это кошки у нас не только с Приморского края. У нас есть гости с Тюмени, с Якутии, с Комсомольска на Амуре, с Хабаровска и с Сахалина. Считается, что когда животные присутствуют на выставке не с одного города, не с одного региона, это уже международная выставка. И международная еще почему? Потому что когда присуждаются оценки выше чемпиона. Сегодня на данный момент присутствуют три эксперта. Один из Иркутска, один из Новосибирска и один из Владивостока. Эксперты осматривают животное. У них минимум данных, ни кличек, ни владельцев, только порода, окрас и дата рождения. Заявлены полно. Эксперты осматривают, дают письменное описание. Понравившиеся животные по стандарту, они которых выделяют, номинируют на Бест. В конце дня у нас будет Бест, где выбираются лучшие среди лучших в каждом своем классе. Это у нас юниоры, котята, взрослый класс, ну и также разделение по породам, по группам шерсти. Ну и в течение дня проходят всевозможные конкурсы, шоу, монопородные ринги, где могут принять участие только определенные породы. Больше никто другой соревнуется между своей породой. В нашем клубе вообще большое количество, большее количество занимают именно мейн-куны, ну и не только в нашем клубе, вообще на Дальнем Востоке. Эксперты, которые приезжают к нам, всегда это отмечают. И на выставках, и в то же время удивляет экспертов всегда качество мейн-кунов. Вот именно такие серьезные опытные заводчики мейн-кунов у нас на Дальнем Востоке, чем мы и гордимся. На каждой выставке есть редкие породы, каждая выставка индивидуальна. Например, в каком-то городе, в той же Москве, может быть, редкие британцы, а у нас они многочисленные. То есть каждый регион по-своему выделяется. Не знаю, с чем это связано, но вот как-то повелось. У нас очень мало пока на данный момент. Это, конечно, лысиков, это канадские и донские сфинксы, бурмы европейские, египетские мау, полидакты, мейн-куны, у которых на лапках больше четырех пальцев, варежки их еще называют. Я 25 лет занимаюсь кошками, сейчас занимаюсь британской породой. У меня небольшое новое направление, топазная линия, это голубоглазые британские кошки. Разведением тоже сами занимаемся. Майя, саванна, аршера. Это первое поколение от сервала дикой кошки, африканской. Молодая кошечка, ей чуть больше двух месяцев. Захотели с супругой что-то необычное, нашли в интернете. Вот она к нам прилетела месяц назад с Екатеринбурга. Очень социальное животное, вполне адекватное, контактирует со всеми нашими другими питомцами. У нас их порядка 20 хвостиков. Также она очень хорошо относится к мамочкам. У нас есть кормящие кошки с котятами, то есть без проблем. Мы даже их не закрываем, не прячем. Она залазит, так скажем, в родильный дом, там где мамочки скармливают своих котят. И довольно-таки адекватно она их вылизывает. Вот, пожалуйста, яркий пример тому. Ну, потому что это тоже котенок Чаузи, тоже редкая порода. То есть она очень социальная, очень добрая. Это кошка одного хозяина. То есть если она себе хозяина выбрала, она с ним будет общаться, она с ним будет дружить. Ну, при этом, как бы, она не агрессивная. Ну, повторюсь, они не агрессивные. Это они просто трусливые, они боятся. Если к ним, как говорится, проявлять агрессию, они будут защищаться. Сами они никогда не нападут. Контактирую в основном я с ней и, видать, привыкли друг к другу. Может, может подойти, позволить погладить. Но именно общение, так вот, может быть, общение между кошкой и человеком, только вот с одним. Дорого. От 350 и выше. Это не только мероприятие, где люди показывают своих животных и соревнуются за лучшее. Но еще и люди, которые задумаются о приобретении животного, могут прийти, познакомиться непосредственно с заводчиками. Я призываю всех быть более ответственны к этому, подходить. И лучше все-таки стараться через клубы, через опытных заводчиков приобретать животных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!